Забивака, посмотри на него. Забивака. Забивака. Заня, залазь. Едва стоило появиться главному символу фан-зона алтайскому забиваке, как он тут же стал предметом внимания десятков болельщиков. Канадскому волчонку с барнаульской пропиской всего два месяца, однако он уже местная звезда. Итак, вся фан-зона замерла. Друзья, давайте все вместе. Раз, два, три. На посту предсказателя Забивака сменил медвежонка Жору, правда волчонок оказался скромнее своего уже взрослого товарища. В самый ответственный момент, когда нужно было выбирать одну из сторон с лагом России или Саудовской Аравии, малыш растерялся. Зато сотни отечественных болельщиков еще задолго на начало матча сделали свой выбор. Честно говоря, я из тех людей, которые считают, что прогнозы дело неблагодарное, тем более в таком вопросе, как российский футбол. Но думаю, что, по крайней мере, на первом этапе у нашей команды вполне есть шансы. Сразу же после гимна непосредственно футбольное действие. Крики «Россия вперед!» в парке спорта Алексея Смертина сливаются с радостью болельщиков в обновленных лужниках. К разочарованию публики наш земляк Александр Ерохин, который вслед за Алексеем Смертиным смог пробиться в национальную сборную, в этот вечер на поле так и не вышел. Оказался в числе запасных. Болельщики, конечно, расстроились, но высказали слава поддержке Александру. Не смотри ни на кого, ни на что. Рви, как можешь. И делай, как не делает никто. И знай, мы все с тобой. Я, ну и дача наша... И ответ! И ответ! И ответ! Спасибо большое, Коль! Всем привет от меня! Ерохин! Да. От рекорда посещаемости Барнольдскую фан-зону отделила погода. Ветер сменял изредка моросящий дождь. Это там, на улице. Между ними тает лед. Современная Карандин-арена превратилась из ледовой в футбольную. В одночасье здесь растопили лед. Получился вот такой бетонный пол, бетонная основа. Правда, как сказали организаторы, никакой привязки к чемпионату мира здесь нет. Это обычная ежегодная профилактика. Такую возможность упускать не стали. Заказали трибуны, столы и стулья. Получился кинозал прямо посередине коробки. Болели дружно и громко. Также дружно и громко расходились по домам в ожидании не менее ярких побед в исполнении команды Станислава Черчесова. Кирилл Политов, Павел Лауранин. Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова